50 лет совода советских войск в Чехословакию. Как его вспоминают в Чехии и в России. Прямые включения и интервью с очевидцами тех событий. 100 дней голодовки украинского режиссёра Олега Сенцова. Акции протеста в Киеве и в Москве. И голодовка чешских кинематографистов в поддержку Сенцова. Всё о главных событиях этого дня в итоговой информационной программе Настоящего Времени. Я Сайхан Сенцаев. Здравствуйте. Ровно 50 лет назад советские войска вошли в Чехословакию, чтобы положить конец пражской весне. Так называли попытку создания в стране социализма с человеческим лицом и проведения других демократических реформ. На акцию протеста против советского вторжения на улицы выходили тысячи людей. В результате столкновений погибли 137 человек. Более 500 пострадали. Сегодня в Праге вспоминают события тех дней. На Вацлавской площади сейчас работает мой коллега Тимур Олевский. Он выходит с нами на прямую связь. Тимур, здравствуй. Что сейчас происходит в центре Праги и много людей пришло? Здравствуй, Сайхан. Здравствуйте, зрители. Я думаю, ты слышишь прекрасно музыку, которая сейчас выдаётся со сцены, на которой написаны две цифры. 68. На Вацлавской площади начинается концерт памятный. Применяющий людям, которые живут в Чехии о событиях 50-летней давности. Первым музыкальным номером он открывается в 6 часов, хотя основные мероприятия здесь состоятся чуть-чуть попозже. Здесь на площади у памятника Вацлава, здесь его часто называют у коня, собираются люди. Пока они слишком много, несколько сотен человек, но очевидно, будет больше. Здесь на Вацлавской площади 50 лет назад были русские танки. Поэтому место это памятное во всех смыслах, а это место для современной Чешской республики отличается тем, что сюда часто приходят для каких-то политических высказываний Чехия. И недавно, когда были протесты против политики премьер-министра Андрея Бабиша, они тоже начинались именно тут. Кстати, сам Андрей Бабиш сегодня тоже выступал перед согражданами, но его освистали. Происходило это возле здания чешского радио, которое 50 лет назад чехи защищали ценой собственной жизни. И в первый день там погибло больше 50 человек. Сайхан, мы сегодня в течение эфира будем подробно рассказывать обо всем, что происходит на улицах Праги. Сайхан. Спасибо. На прямой связи с нами был мой коллега Тимур Олевский. Чехословацкая армия не оказывала сопротивления при вторжении советских войск. Помешать им всячески пытались жители городов. Они меняли таблички с названием улиц, спрятали карты, не давали солдатам ни воду, ни еду. Многие пытались донести до солдат суть происходящего в стране и требовали, чтобы войска вернулись домой. Как происходили события, изменившую историю современной Европы, в сюжете Александра Касаткина. Вот что показывали в новостях 50 лет назад. Советская бронетехника на улицах Праги. Безоружные граждане возводят импровизированные баррикады, чтобы ее остановить. Однако всякое сопротивление сметено гусеницами советских танков. Войска под руководством СССР вторглись в Чехословакию в августе 1968 года. Так кончился политический кризис, который начинался как мечта о том, что коммунизм можно реформировать. Александр Дубчик, пришедший к власти несколькими месяцами ранее, обещал построить социализм с человеческим лицом. Одним из первых его шагов стала отмена цензуры. После этого одна за другой посыпали статьи с критикой коммунистического руководства и даже призывы многопартийности. Новые веяния назвали «Пражской весной». Надо сказать, что я был молод, и поэтому у меня были надежды. Но кроме них был страх относительно того, чем это все для нас кончится. Эти страхи имели под собой основания. Из Москвы за событиями в Праге наблюдались с нарастающим беспокойством. Сначала советский лидер Леонид Брежнев поддерживал Дубчика. Однако он испугался, что реформы в Чехословакии ослабят коммунистический блок. Дубчик прекрасно говорил по-русски и Брежнев считал, что это наш человек. Он всегда говорил, наш Саша не подведет. Но Саша подвел, он был чехословаком и разделял те же демократические ценности. Столкновение было неизбежно. Весна сменилась летом, а жители страны продолжали радоваться свободе слова, какой не было ни в одной другой стране Варшавского договора. В Москве от Дубчика требовали свернуть реформы и одновременно готовили военную операцию. Объявления о встрече Брежнева с Дубчиком в июле многие истолковали как дурное знамение. Надеюсь, наши советские друзья не будут настаивать, чтобы мы поменяли свой политический курс последних месяцев. Меня очень радуют изменения в нашей стране. Считаю пана Дубчика одним из наших лучших политиков. Брежнев и Дубчик встретились в вагоне поезда на вокзале словацкого городка Чьерденат-Кисоу. Переговоры, длившиеся четыре дня, прошли в напряженной, порой нервной атмосфере. Советская делегация заявила, что в Праге происходит контрреволюция и потребовала ее остановить. Они имеются в архивах и в российском архиве, и здесь уже давно они есть. Включая последнюю беседу, где Брежнев говорит, ты не выполнил своих обещаний, которые ты нам дал в Чьерденат-Кисоу. Вторжение началось в ночь с 20 на 21 августа. Советские войска численностью в несколько сотен тысяч человек при поддержке других сил Варшавского договора пересекли границу. Чехословацкое руководство приказало не оказывать сопротивления. Но многие граждане были слишком возмущены. Самое крупное столкновение произошло у здания чешского радио в Праге. Военные прибыли к зданию радио утром, но там уже собралась толпа людей, готовых ее защищать. Строились баррикады, военные открыли огонь по зданию. После гибели десятков мирных жителей сопротивление сошло на нет. В результате вторжения Дубчик был смещен. Был введен режим жесткой руки, который отменил все реформы Пражской весны. Демократия в Чехословакии была восстановлена лишь после череды революций 1989 года, когда в Восточной Европе пали коммунистические режимы. Как сегодня чехи вспоминают события августа 68-го. Мы спросили на улицах к Праге. Вот что нам ответили. Сюда приехали войска Варшавского договора, чтобы помешать тому свободному развитию, которое здесь было. Это было плохо. Русские к нам выдвигали требования, хотя не имели на это права. Только из-за того, что освободили нас во время Второй мировой. Окупация друзьями, или не знаю, как назывались эти войска Варшавского договора. Мои родители в то время были в Австрии и размышляли, остаться ли им в Австрии. А потом из-за своих родителей вернулись. Это было огромное разочарование. Они верили, что возвращаются туда, где будет свобода, а вернулись в какой-то кошмар. Я тогда сильно плакала, очень-очень, потому что не хотела верить, что такое могло случиться. А потом я видела, что эти солдаты были обычные мальчишки, которыми манипулировали. Они ничего не знали, шли нас освобождать. Я помню, что когда была ребёнком, у нас проехала пара автомобилей с солдатами. А мы не знали, что случилось, так как им тогда ещё махали. Бабушка мне однажды рассказывала, как встретила по пути танк. Но мы об этом специально не говорили. Мы, конечно, не должны об этом забывать. Могу вам только добавить, что знаю русский. Но только на нём плохо говорю и с радостью забуду. По сути, это была насильственная оккупация Чехословакии. 21 августа вторжение советских войск в Чехословакию. Думаю, об этом нельзя забывать. Это должно было быть освобождение, но не было им. Вместо этого была оккупация. Тогда я ругался, потому что был молодой. И сейчас рад тому, что тогда они пришли. Тогда нас, собственно, спасли. Хотя бы 21 год. Мы жили относительно счастливо. А сейчас живём плохо. Было бы лучше, если бы их выгнали сразу. Чем угодно, как угодно. Прочь. Нам не нужна помощь. Это было ужасное промывание мозгов. Я удивлён, что после 68-го года коммунистическую партию ещё не отменили. И искренне удивляюсь тому, что у них есть какие-то избиратели. В России немногочисленные акции памяти в 50-ю годовщину вторжения Советского Союза в Чехословакию проходили сегодня лишь у депмиссии Чехии. К посольству Чехии в Москве в течение дня приносили цветы. Организованных демонстраций не было. Схожа ситуация и у консульства Чехии в Санкт-Петербурге. Там с цветами приходили в основном правозащитники. Имперский седром, к сожалению, возродился. И это наверняка накладывает свой отпечаток на мнение тех, кто и сегодня считает, что надо было вводить войска в Чехословакию. Я и тогда считал, что делать это было нельзя, будучи подростком. И сейчас, конечно, в этом абсолютно уверен. И я прошу прощения у и чешского и словацкого народов за то, что сделала власть моей страны 50 лет назад. Официально, кстати, она эту вину до сих пор так и не признала. По данным Левада Центра, половина россиян ничего не знают о вторжении СССР в Чехословакию в августе 68-го года. При этом более трети считают, что введя войска в Чехословакию, Советский Союз поступил правильно. Вот как россияне вспоминают те события. Подавляли восстание, по-моему, в Чехословакию. А кого? У кого? Кто восстал? Ну, не знаю, как бы там. Не про российские, так сказать, силы. Школьникам нам сказали, что это необходимо. Если бы мы не заняли Чехословакию, то как коридор оттуда бы НАТО войска к нашим границам подошли. Вот так вот. Как бы мы были неправы, а больше ничего. С их стороны случился переворот, и мы вернули их в Лоно Матери Церкви Советского Союза. Был сам. Вы что, и что вы там делали? Как что делал? Чехословакию освобождали. А, ну там что-то такое было. Вроде бы кучка хоть-то. Ну, советские войска туда вошли, насколько понимаю, подавлять в местное восстание, которое было против коммунизма. Необходимость была тогда. Ввели. Ну, то есть, плохо, что, конечно, вышли. Развалились. К сожалению, ничего не знаю. Простите, мне стыдно. Брат у меня слушал там. Мы не как оккупанты были, а просто защитники Чехословакии. Вмешиваться в чужие дела очень некрасиво. Ну, тогда поддерживали социалагерь, поэтому решили поддержать действующее правительство. Нужна была гибкая политика. Имеется в виду гибкая политика какая? Ну, договариваться, что они хотят. Они не то, что не любили нас, они знали, что мы освободили и так далее и тому подобное. Вот фашистство, естественно. Но в ту пору какая-то была, так же, как с Абонистаном, ну, какая-то была косность, что ли. Через четыре дня после начала советского вторжения в Чехословакию семеро россиян вышли на Красную площадь с лозунгом «За нашу и вашу свободу». Сегодня за свободу выступают чешские активисты. Пятеро кинематографистов объявили так называемую цепную голодовку в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова. Акция устроена в виде своеобразного марафона. Первые пять дней голодают организаторы акции – члены Чешской ассоциации режиссеров, сценаристов и программных директоров. Далее они призывают выдержать пятидневную голодовку других активистов. Их имена будут публиковаться на специально созданном сайте с информацией об акции на трех языках. Организаторы намерены продолжать акцию до тех пор, пока Россия не освободит всех украинских политзаключенных. Именно этого добивается Олег Сенцов. Он голодает в российской тюрьме уже сто дней. Мы на это решились, потому что уже писали письмо в поддержку Олега Сенцова. Через сестру Олега нам удалось его доставить к нему в тюрьму. Мы писали также всевозможные обращения и призывы к нашим и русским политикам. И видя, что ничего из этого не сработало, решили применить такую цепную голодовку. Каждый человек соблюдает ее пять дней и выбирает период, когда может или хочет это сделать. Участник сам решает, когда к ней присоединиться и как ее интерпретировать для себя. В центре Киева сегодня читали письма Олегу Сенцову. Там у российского посольства прошла акция в поддержку режиссера. Как переживают его бессрочную голодовку родные, друзья и просто неравнодушные украинцы, расскажет Ирина Ромалийская. Под российским посольством несколько десятков человек читают отрывки из произведений Сенцова. Он не только кинорежиссер, но еще и писатель. И письма, которые ему пишут украинцы. Усима думками я теперь за Олегом Сенцовым, який рискует своим властным життям. Содержится Олег в этой колонии «Белый медведь», город Лабытнанге, Ямало-Ненецкий автономный округ России. Северный климат человеку, выросшему в Южном Крыму, переносить тяжело. Олег содержится в медсанчасти. Три раза в день ему приносят еду, и трижды он от нее отказывается. Ему ставят капельницы с глюкозой и витаминами. С начала июня Олег принимает в день по несколько ложек питательной смеси, чтобы избежать принудительного кормления. Пьет теплую воду. Так выглядел Сенцов почти две недели назад. Эти фотографии украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой передала российская коллега Татьяна Москалькова. При росте 190 сантиметров весит около 70 килограммов. Ну, от Олега там мало что осталось. Я понимаю, что там тело прикрыто робой, конечно. Но выглядело как кузник Освенцима. Своё требование украинец описал в письме. Единственным условием прекращения голодовки является освобождение всех украинских политзаключённых, находящихся на территории РФ. Разум-то до кинца. Слава Украине! В поддержку Олега Сенцова сняты сотни роликов, написаны тысячи обращений. Об этом с российским президентом Владимиром Путиным говорят главы других государств, политики, актёры, писатели, поп-звёзды. Российский кинокритик Алексей Медведев уговорил маму Олега, Людмилу Сенцову, написать прошение о помиловании сына. Позаботился, что бумагу Путин получил лично. Если я скажу вам, что через одного человека я передавал человеку в ранге министра, который встречается с Путиным несколько раз в неделю. Людмила Георгиевна хранит ответы с Кремля. Осуждённый просить о помиловании должен лично. Лично он должен написать. А вы как думаете, Олег пойдёт на такой поступок? Он меня так будет ругать. Практику освобождения без просьбы осуждённого знает и новейшая история России. Например, о помиловании Надежды Савченко просили жёны погибших российских сотрудников СМИ, в убийстве которых её и обвиняли. Мама Сенцова каждый день ждёт хороших новостей. Ей очень хочется верить, что сына выпустят. Ну я не знаю, ну как можно уже, ну только Господь Бог не просил ещё, наверное, да. И в то же время не верится. Официальный Киев заявляет, есть несколько десятков человек в украинских тюрьмах, которых готовы обменять на украинцев. Омбудсмен Людмила Денисова регулярно публикует фото россиян, в основном воевавших на Донбассе. Они пишут письма Путину с просьбой обменять их. Таких прошений, по данным омбудсмена, уже 22. Ирина Ромалийская, Иван Любешкирдей. Специально для Настоящего Времени. Киев, Украина. В поддержку Сенцова сегодня проходят акции в крупных городах России. На акции в Москве сейчас работает наш корреспондент Алексей Александров. Лёша, здравствуй. Что говорят митингующие? Были какие-либо задержания? Сайхан, добрый вечер. Находятся в тюрьмах на территории Украины. Это, например, журналист Кирилл Вышинский. Была достаточно мирная акция. Люди пели песни о свободе, читали стихи. Но буквально, действительно, около пяти минут назад сюда приехал автозак. И всех людей с плакатами, в том числе здесь был человек такого глубокого пенсионного возраста, их полицейские проводили в автозак. Предыдущая такая акция в Москве в поддержку Олега Сенцова проводилась 18 июня. Тогда полиция задержала четверых активистов, пришедших. Но, по всей видимости, вот сейчас задержанием этих активистов здесь рядом с памятником Грибоедову эта акция и закончится. Посмотрим вообще, придет ли кто-то еще и как поведут люди, другие, пришедшие сюда на акцию Сайхан. Спасибо, Леша. На прямой связи из Москвы был наш корреспондент Алексей Александров. Сегодня в сотый день голодовки Сенцова обследовали врачи в Синной городской больнице Салихарда. Они заявили, что состояние режиссера удовлетворительно, ухудшения здоровья нет. Тем временем полномочная по правам человека в России Татьяна Мускалькова заявила о невозможности обмена Сенцова. По ее словам, режиссер имеет гражданство и Украины, и России. Напомню, Сенцов имеет только украинский паспорт. Москва считает его гражданином России лишь на основе закона о присоединении Крыма. Он предполагает автоматическое гражданство для всех жителей аннексированного полуострова. В США члены жюри уже четвертый день пытаются прийти к согласию и вынести решение по делу Пола Манафорта. Это бывший помощник Трампа, известный политтехнолог, которого обвиняют в банковском и налоговом мошенничестве. В том числе сокрытие 60 миллионов долларов, полученных во время работы на бывшего президента Украины Януковича. Поговорим об этом с Алексеем Александром Яневским. Он сейчас находится у здания суда в Александрии. Это пригород Вашингтона. Саша, приветствую. Главный вопрос сейчас по этому делу. Когда уже будет вынесено решение? Ведь ожидали его еще вчера. Сайхан, приветствую. Новость последнего часа заключается в следующем. Жюри присяжных, которая состоит из 12 человек, это 6 мужчин и 6 женщин, написала новую записку судья. Она звучит следующим образом. Господин судья, если мы не сможем прийти к консенсусу относительно одного пункта обвинения, можем ли мы заполнить новую форму вердикта? И как это повлияет на вынесение вердикта в целом? Из этого можно сделать вывод, что жюри уже пришло к выводу относительно других 17 пунктов обвинения, по которым обвиняют снова-таки, прошу прощения за тавтологию, Пола Манафорта. Судья Ти Эс Элис, который председательствует в суде, заявил, что возможен вариант того, что суд признает частично вердикт. Когда именно это произойдет, мы узнаем. Вот ближайшие часы, через несколько минут, жюри присяжных должно уйти на обеденный перерыв. И, скорее всего, после того, как они вернутся, будет вынесен вердикт. Однако, как свидетельствует практика предыдущих дней, делать какие-либо... Говорить о будущем очень сложно. Сайхан. Спасибо, Саша. На прямой связи с нами был Александр Яневский. Минфин США ввел санкции против двоих россиян, а также против двух фирм. Российская и Словацкая. За кибератаки на территории США. Сегодня же компания Microsoft заявила о попытках повлиять на осенние выборы в Конгресс США. Речь идет о хакерской атаке группировки Fancy Beer. По данным американских спецслужб, она связана с главным разведуправлением России. Как утверждают в Microsoft, хакеры подделали сайты двух американских консервативных организаций. Института Хадсона и Международного республиканского института. Еще три фейковых домена выглядят так, будто они принадлежат Сенату США. В Microsoft заявили, что украсть какие-либо данные хакерам не удалось. В Кремле все отрицают. Мы не знаем, о каких хакеров говорится. Мы не знаем, в чем заключается влияние на выборов. Из Америки мы слышим подтверждение о том, что никакого влияния на выборов не было. О ком именно идет речь? Что является доказательствами? И на основании чего делаются выводы? Вот такой категории мы не понимаем. Такие данные отсутствуют. Сейчас мы возвращаемся к главной теме этого дня. В Праге, на Васловской площади, работает мой коллега Тимур Олевский. Тимур, расскажи, что сейчас там происходит? Сколько людей еще прибыло? Ну, людей много. Действительно, сотни людей. Для Чехии, для рабочего дня, в обычное время, здесь, конечно, просто так люди не собираются. Только туристы. А сейчас здесь люди, которые пришли вспомнить события 50-летней давности. Их действительно много. Слушают песни, которые исполняют на сцене. Для них люди, пришедшие специально для того, чтобы провести этот концерт. Его, кстати, транслирует и чешское радио. Как ты сегодня сказал, действительно, чешское радио здесь совсем неподалеку. И главные события 50 лет назад происходили возле этого здания, где погибло много граждан Чехословакии, в тот момент сопротивляющихся советской оккупации. Мы сейчас здесь видим несколько человек с лозунгами. Их действительно немного, но лозунги очень красноречивые. Россия и империализм. Например, такой лозунг несет человек с чешским флагом. А здесь же приходят и политики, которые говорят, что они очень хорошо относятся к России, к россиянам. Но очень плохо относятся к российскому империализму сейчас. Например, один из таких людей, брат лидера местной националистической партии Томио Хакамура, который вот как раз подходил к нам. Я думаю, мы с ним поговорим в эфире через пару часов, когда выйдет еще один выпуск нашей программы сегодня. Спасибо. На прямой связи с нами из Вацлавской площади был мой коллега Тимур Олевский. На этом все. Смотрите наши выпуски на сайте currenttime.tv в YouTube и мобильном приложении. Я Саек Ансенсаев. До встречи в эфире.